Здравствуйте! Вы смотрите Итоги недели. Обо всем самым значимым и важным за прошедшую семидневку расскажу вам далее я, Константин Никитин. Погода среднюю полосу России не балует. Вслед за снегопадом циклон принес в Ульяновск плюсовую температуру и на дорогах образовалась гололедица. Как убирают снег и налить на штабе по комплексному развитию регион отчитывались губернатору. Затронули также реализацию национального проекта «Производительность труда». В Ульяновской области не хватает 3310 рабочих. Искать сотрудников помогает агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов региона. Людей обучают, растят уже со школьной скамьи. За предприятиями закрепляют персональных менеджеров. В первую очередь направление работы касается именно прямого подбора соискателей. То есть это непосредственная выдача направлений для трудоустройства, а также совместно с предприятиями у нас разработан план посещения наших муниципальных образований. Эта работа дает свои плоды, но потребность в кадрах очень высока. Несмотря на то, что с начала года на предприятии области трудоустроилось более 9 тысяч человек. Тем временем в Ульяновской области ведут борьбу с непогодой, очищая дороги от снега и льда. В регионе продолжает действовать третий уровень опасности. Водители просят быть внимательными и осторожными. В 2023 году в Ульяновской области реализовали проект «Производительность труда». С федеральным центром в рамках проекта работают такие компании, как АО «Тепличная», «ДААС», «Автокомпонент». С региональным центром компетенции, который у нас базируется в центре развития промышленности, работают 17 предприятий. Среди них у вас штампочные производства, динитроградские литериные заводы у нас, у вас есть река Антонборка, динитроградские «Лита плюс», «Лита Милк», компании «Пальмира», «Одинара», «Рада» и так далее. То есть из имен видно, что в основном это компания в прорабатывающей промышленности. С большим докладом о ситуации по защите детей в регионе на аппаратном совещании выступила уполномоченная по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода. По итогам стало известно, что в Ульяновскую область приедет уполномоченная по правам ребенка Российской Федерации Мария Львова-Белова. Алексей Русских поручил чиновникам, как следует подготовиться к деловому визиту. По словам губернатора, нам есть, что показать федеральному уполномоченному. На всероссийской выставке в форуме «Россия» на ВДНХ Ульяновская область с успехом провела свой день. В 75-м павильоне было очень оживленно и красочно. Для гостей приготовили разнообразные мастер-классы, показы мод и выставки. Нашлось место и деловой программе. Правительству удалось подписать несколько выгодных контрактов и соглашений. Обо всем по порядку. Светлана Карпухина. К торгово-логистическому каналу Средняя Волга, Каспийское море, Персидский залив присоединился четвертый регион ПФО «Республика Мариэл». Канал позволяет напрямую доставлять груз к берегам Индии и Ирана. Соглашение подписали губернатор Ульяновской области и Республики Мариэл. Также регионы будут совместно помогать одаренным детям. Соглашение подписано. На выставке «Россия» в день Ульяновской области подписали не одно соглашение. В регионе будут строить жилье для сотрудников «Авиастара». Жилой комплекс планируют построить недалеко от завода на проспекте Антонова. Застройщик обещает цены на квартиры на 30-40% ниже рыночных, благодаря помощи Ульяновской области. У проекта особый статус, что ускорит строительство. Также в регионе будет создан Центр развития и поддержки авиационного лизинга. А это новые рабочие места и налоговые отчисления в казну области. Займутся этим региональные корпорации развития и лизинговые компании «Ильюшин Финанско». Очень большие задачи стоят. И неоднократно с руководством области обсуждали, что на самом деле приятные задачи сейчас решает область. Потому что всегда задачи расширения максимального объема производства, выхода на новые качества, на новые объемы производства – это всегда приятная задача, которую предстоит решать в Ульяновской области. И сейчас действительно большие задачи стоят по количеству самолетов, которые нужно произвести. С шести нужно серьезно увеличить эти объемы. Большая работа в этом плане ведется. В Ульяновске на площадке индустриального парка «УАЗ» будут производить подушки, ремни безопасности, рулевые колеса, электронные блоки управления системой безопасности. Сумма инвестиций на первом этапе составит полтора миллиарда рублей. Будет создано 200 рабочих мест. Поможет в этом компания «Компоненты системы безопасности» – это дочернее общество ПАО «Солерс». Димитровградский автоагрегатный завод модернизирует производство. Подписанное соглашение с КАМАЗ и Фондом развития промышленности позволит наладить производство деталей для отечественного авто и создаст в регионе еще 450 рабочих мест. У нас в Ульяновской области более 200 предприятий, которые производят узлы и компоненты для автомобилестроительной отрасли. Димитровградский автоагрегатный завод – это один из лидеров. Долгое время не было реконструкции, не было вложений в основной капитал. Сейчас вот благодаря поддержке фонда, который обслуживает Роман Васильевич, мы с этим фондом довольно-таки плотно работаем, уже больше 10 предприятий Ульяновского области получили такую поддержку. Я уверен, что и дальше будут получать. Благодаря этим инвестициям будет существенно обновлено станочный парт. Все подписанные соглашения на выставке «Форум России» окажут заметное влияние на социально-экономическое развитие Ульяновской области. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ из Москвы. Параллельно с переговорами и встречами гостям показывали сувениры из города на Волге, демонстрировали модные вения в одежде и даже учили расписывать пряники. А культурный составляющий дня Ульяновской области также продолжит наш корреспондент. День, посвященный Ульяновской области, на выставке России в Москве прошел с большим размахом. С порога посетителей павильона 75 встречала ярмарка товаров ульяновских производителей. Была лайки с кузоватовской росписью, кепка ильича, сувениры из симбирцита, а также чай, варенье и вкусные пряники. Далее гостей ждали на площадке Ульяновской области. Настоящим украшением выставочного павильона служит вот эта кабина Ил-76. Самолет произведен в Ульяновской области и на нем можно почувствовать себя настоящим пилотом и полетать над нашей родой землей. Кабина самолета – место притяжения всех посетителей. Для того, чтобы полетать над Ульяновском, выстраиваются очереди. Почувствовали себя пилотами и высокопоставленные гости площадки – заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и депутат Госдумы Геннадий Зюганов. На торжественное открытие Дня региона приехали десятки школьников и студентов, серебряные волонтеры, кабинет министров и жители Ульяновской области. От увиденного все остались под большим впечатлением. Выставка на самом деле очень интересная. Не зря мы что приехали из Ульяновска. Мои ожидания оправдались. Самолет из Ульяновска просто очень здоровский. Одна из самых лучших, я считаю, выставок на всем ВДНХ. Ульяновская область славится своим спортивными достижениями. В День региона прошло множество мастер-классов и разговоров с олимпийскими чемпионами. Славится регион и локальными брендами одежды. На ВДНХ показали десяток лучших коллекций ульяновских дизайнеров. Изюминкой показа стала коллекция в коллаборации Никаса Сафронова и регионального ателье. После мероприятия прошла закупочная сессия для байеров. Основная задача – это, безусловно, увеличение продаж. Показать байерам и рядовому потребителю. Ведь выставка России – это центральное место, которое как раз во многом пространстве позволяет показывать лучшие достижения народного хозяйства, в частности, отдельно взятые ульяновской области. И, конечно же, мы рассчитываем и уже предварительные переговоры с теми компаниями, которые занимаются продвижением, реализацией одежды на российском рынке. То, что наши производители эти продажи увеличат, безусловно. Также в день ульяновской области гости выставки выиграли три поездки в наш город. Победители розыгрыша отправятся в турмаршрут «Дворянин на Волге» в 2024 году. Одним из самых ярких событий стала концертная программа «Ульяновск. Родина талантов». Артисты эстрадного балета «Экситон» привезли в Москву лучшие номера. Здесь же прошли фестиваль «Балалайка 2.0», где показали уникальное производство русского народного инструмента. Творческую программу ульяновских и столичных исполнителей на «Балалайке», а также провели мастер-класс по росписи инструмента. Замечу, что на главном элементе нашей экспозиции, знаменитом транспортном самолете Ил-76-90, написано «Летим жить в Ульяновск». Ведь мы искренне любим нашу малую родину и не сомневаемся, что Ульяновская область – это лучшее место для жизни, работы и отдыха. Выставка подарила нам прекрасную возможность транслировать наши достижения ценности взрослым и детям. Одна из самых теплых и уютных площадок, посвященная региону, – это Центр активного долголетия. Тут посетители смогли отправить открытку с пожеланиями в зону СВО, узнать про серебряное волонтерство, посмотреть уникальный фильм «Время выбрало нас», а также расписать пряник в спекарне на мостовой. Уписывать мы будем пряники, да, чтобы искать пряники глазурью. По поводу символичного, не знаю, посмотрим, как пойдет. Мы предложим пару вариантов, а там уже пожелания. И участвуют, наверное, будут все желающие. И самое главное, что, как у нас принято в мостовой, каждый пряник будет подарен участникам пряники Ульяновска. Приехали наши, да, фирменные. В день Ульяновской области прошло множество лекций, где рассказали историю региона. А еще посетители могли узнать много нового о физике на мастер-классах от Центра выявления одаренных детей. С открытия выставки стенд Ульяновской области посетило более 40 тысяч человек. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ, из Москвы. Ульяновский поддержит технологические компании. Соответствующие соглашения подписали в правительстве. Губернатор Алексей Русских встретился с руководством инновационного инжинирингового центра и Центра поддержки инжиниринга и инноваций. Какие моменты будут отражены в документе в нашем материале. Сделать производство эффективнее, найти новых поставщиков и заказчиков. Ульяновским предприятиям помогут коллеги из Центра поддержки инжиниринга и инноваций и инновационного инжинирингового центра. С руководством двух некоммерческих организаций подписал соглашение губернатор Алексей Русских. Начнется совместная работа по поддержке технологических компаний региона. Работа в этом направлении в регионе уже идет по нацпроекту «Производительность труда». 40 предприятий области уже включились в реализацию национального проекта. По оценке Минэкономразвития России, эффективность работы с промышленными предприятиями региона по достижению основной цели нацпроекта составляет 100%. В следующем году вместе с коллегами Центр развития промышленности Ульяновской области начнет работу с крупнейшими предприятиями УАЗом и Авиастаром. Я уверен, что наши коллеги, которые сегодня присутствуют, дадут дополнительные возможности Ульяновской области для того, чтобы найти таких поставщиков, выстроить систему доращивания этих поставщиков через финансовые и инструменты поддержки. Таких компаний у нас достаточно много. В том числе коллеги уже побывали на производствах и заинтересованы в работе. На встрече в правительстве обсуждали возможности реализации программы доращивания и грантовой поддержки УАЗа и филиала ПАО «ИЛ Авиастар». Также обсудили механизмы сотрудничества между ведущими российскими предприятиями и крупнейшими заказчиками в области импортозамещения и внедрения инновационных решений. Анна Тищенко, Улправда ТВ. Глава региона Алексей Русских провел встречу с руководителем регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Олегом Шегердановым. Обсудили работу некоммерческой организации, помощь участникам специальной военной операции «Их семьям», а также сотрудничество с органами соцзащиты. О деятельности филиала фонда «Защитники Отечества» и принципах его работы рассказали губернатору Алексея Русских. С 1 июня по конец ноября этого года в фонд за помощью обратили свыше 2000 граждан. Большинство вопросов связаны с оказанием содействия в назначении мер социальной поддержки, денежных выплат, связанных с участием в СВО, юридической помощи и получении статуса ветерана боевых действий. Мы охватили практически весь регион. То есть в каждом муниципальном образовании у нас есть наши представители. Основная часть – это центральный офис на Кирове 20. Кирове 20. И, извините, на следующей неделе мы переводим ряд социальных координаторов в органы соцзащиты на левый берег для удобства именно верителей. Главный офис филиала работает в Ульяновске на Кирове 20. Там расположены службы социальных координаторов, кабинеты психологической и юридической помощи. Адресную поддержку обратившимся оказывают также специалисты МФЦ, соцзащиты и центра занятости. В Димитровграде помещения все там отремонтировали, все нормально? Ну, Александр Николаевич посодействовал. Они сейчас уже переехали, они находятся в здании администрации. Да, вот прямо в администрации. На первом этаже из-за облицы следствуют. Там сколько человек? Да, 24 человек. Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции 3 апреля этого года. В Ульяновске филиал Госфонда оказывает помощь ветеранам спецопераций и членам их семей с 31 мая. Анна Тищенко, Улправда ТВ. Средняя продолжительность жизни по Ульяновской области 72 года, что лучше прошлогоднего показателя. На форуме, посвященном общественному здоровью, обсудили проблемные вопросы здравоохранения и подвели итоги 2023 года. В Ульяновске прошел форум укрепления общественного здоровья. В регионе он проводится уже шестой раз. В этом году мероприятие приурочили к 95-й годовщине становления и развития службы профилактики Ульяновской области. Гостей с приветственным словом встретил глава региона Алексей Русских. В первую очередь поздравляю ветеранов и специалистов службы профилактики, сотрудников Центра общественного здоровья и инвестиционной профилактики Ульяновской области, сотрудников отделов и кабинетов здоровья. Спасибо всем, кто честно и самоотверженно стоит на стадии здоровья Ульяновцев, прививает любовь к здоровью обыду жизни. На форуме обсудили ряд вопросов, связанных с общественным здоровьем, рассказали о факторах риска, а также подвели итоги 2023 года. В холле педагогического университета разместили информационные стенды, работали тематические площадки. Гостей приглашали на скрининг-обследование, где можно было получить консультацию специалиста. Профилактика является приоритетным направлением формирования здорового общества. А ведение здорового образа жизни и своевременное обращение в лечебное учреждение позволяет снизить заболеваемость. Именно профилактика позволяет направить свою деятельность на раннюю диагностику, тем самым предотвратить какие-то осложнения у хронических неинфекционных, инфекционных заболеваний и, соответственно, увеличить среднюю продолжительность жизни. Укрепление здоровья граждан – важнейший приоритет нацпроекта «Демография». В сфере общественного здоровья проводится большая межведомственная работа, в которой принимают участие ТОСы, Министерство образования, спорта, культуры и здравоохранения. Ульяновская область, конечно, во многом пример для многих российских регионов, еще раз повторю, именно в представлении подхода к реализации политики здоровья и сбережения на муниципальном уровне. Есть структура, есть системность работы, есть чуткая синергия работы муниципалитетов с Министерством здравоохранения Ульяновской области. И, в первую очередь, это, конечно, Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Ульяновской области. Лучших сотрудников сферы здравоохранения поощрили благодарственными письмами губернатора. Мероприятие прошло по нацпроекту «Демография». Вместе с пушистым искрящимся снегом приходит не только новогоднее настроение, но и большие хлопоты. На этой неделе от перепадов температур на дорогах образовалась гололезица. Как следствие, люди начали поскальзываться и получать травмы. Статистику и истории реальных людей узнаете в нашем материале. С появлением ледяной глазури на тротуарах и лестницах люди не перестают спешить. Бегут по своим делам, поскальзываются и наживают проблемы в виде переломов, растяжений и ушибов. Так произошло и с Надеждой Зинчевской. Она упала, повредила запястье. Далее поход в травмпункт. Из-за отека изящные золотые кольца пришлось срезать кусачками. Вчера утром рано бежала на работу, вышла с остановки, с маршрутки. Бегу по улице Энгельса в центре города, гололед. Сама не заметила, как упала, мимо пробегала девушка, помогла мне встать. Весь день провела на работе, но всю ночь не спала, рука очень сильно болит. Сегодня утром муж меня привез тронплог. По словам Надежды, остановка была не очищена ото льда. И реагентом коммунальщики забыли посыпать. Конечно, замечания есть. В том плане, что дороги нечищены совершенно. Даже сегодня утром с ребенком пошли в школу. И промежуток дороги, который от дома до школы, нечищен совершенно. То есть там и машины завязают, и деткам очень трудно пройти. Количество пациентов в травматологии в последнее время выросло почти в два раза. В период до выпадения снежных осадков количество лиц, обращающихся в травмпункт, что у нас не превышало в среднем 55-60 человек на экстренном первичном приеме, то после появления устойчивых неблагоприятных условий количество пострадавших возрастает до 80-100 человек в сутки. Есть специфические зимние травмы. На данный момент с ними все чаще обращаются в травмпункты Центральной городской клинической больницы. Это переломы костей предплечья, характерная ледовая травма, переломы верхней трети плечевой кости, костей локтевого сустава и лодыжек. В городской администрации утверждают, что коммунальные службы исправно посыпают реагентами дороги и тротуары. Ночью мы занимались посыпкой тротуаров, где есть наледь в каждом районе. Продолжим посыпку, очистку тротуаров и расширение дорог в частном секторе. Да, но смотрите, вот по снегу в Ленинском районе прошло вроде нормально, пришлось даже колонну выводить и посыпку. На центральных городских площадях и улице Федерации все завалено снегом и покрыто льдом. Вопрос о приведении в порядок этих территорий сейчас стоит наиболее остро. Виктория Черкова, Герман Баранов, Уллправда ТВ. Молодых медиков Ульяновской областной больницы посвятили в профессию. Средний возраст сотрудников Ульяновской областной клинической больницы 45-50 лет. В этом году среди персонала пополнение. На работу вышло 47 молодых специалистов. Старейшее лечебное заведение области пополнилось молодыми кадрами. Сразу после окончания вуза в Ульяновскую областную клиническую больницу трудоустроились сразу 47 специалистов разных профилей. Юлия Ягодкина пришла месяц назад. Девушка с детства хотела помогать людям и профессию выбирала осознанно. В этом году она закончила медицинский факультет УУГУ и теперь работает врачом приемного отделения. Здесь обязательно очень опытный наставник и я считаю, что это является очень хорошей школой для начинающего врача приемного отделения, поскольку здесь очень разнообразный спектр пациентов и здесь можно очень много опыта набраться. Большая часть из свежих кадров это специалисты среднего звезда, которых так не хватало больницы. Еще будучи студентами, большинство пришедших специалистов проходили здесь практику ранее. За каждым молодым медиком закрепляется опытный наставник, который помогает и обучает молодого специалиста. Наставник контролирует работу, учит сначала функциональные обязанности, рассказывает, показывает практические навыки, как это все сделать, все это и контролирует, то есть смотрит, как он учился. То есть молодой специалист делает все инъекции сначала под прицелом наставника. Молодые специалисты прошли традиционное посвящение в профессию врачей, которое в этом году прошло по особому сценарию. Вместе с медперсоналом в мероприятии приняли участие ученики многопрофильного лица номер 11. После торжественной части по проекту «В билет в будущее» для школьников провели экскурсию по больнице, показали операционный блок, аппарат компьютерной томографии и лабораторию. Одно из самых чистых отделений в лечебном учреждении – это лаборатория. Почему режимное отделение? Просто весь биологический материал мы исследуем на все, что мы подозреваем. Любой биологический материал является инфекционным, считается инфекционно-патогенным уже. После экскурсии школьники более подробно узнали о специфике медицинского учреждения, его специалистах и направлениях. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ. В последних числах ноября стартовал всероссийский правовой диктант для школьников и студентов колледжей. В этот раз акция проходит в два этапа. Диктант пройдет в онлайн-формате на сайте будьвправе.рф. Подробнее об образовательной акции расскажет наш корреспондент. Проверить знания законов и конституции можно и дома, и в любом многофункциональном центре. Бесплатно, без талонов, просто прийти в МФЦ и воспользоваться компьютером. Для того, чтобы ответить на 40 вопросов, дан один час. После прохождения теста можно заказать сертификат. Будет проходить седьмой всероссийский юридический диктант. Прохождение диктанта запланировано в два этапа. Первый этап. С 27 ноября по 1 декабря диктант могут пройти школьники и студенты колледжей. С 3 по 12 декабря состоится второй этап диктанта. Его смогут пройти все желающие. Предусмотрены два уровня сложности – базовый и профессиональный. У кого нет возможности пройти диктант и нет своего персонального компьютера в домашних условиях, может обратиться к нам в МФЦ, где сотрудники окажут всю необходимую помощь. Написать юридиктант можно на шести языках – русском, китайском, английском, арабском, испанском и португальском. Кроме того, в диктант будут включены видео-вопросы от известных юристов, государственных и общественных деятелей. В прошлом году диктант написали 237 тысяч человек по всей стране. Виктория Черкова, Бахтияр Салтанов, Улправда ТВ. Ульяновцы могут получить полмиллиона на развитие социального бизнеса. На финансовую поддержку вправе претендовать предприниматели, которые уже прошли профильное обучение и готовы приступить к реализации своего проекта. Все перечисленные условия выполнила Анастасия Шлындова. Благодаря выигранному гранту директор детского технического центра смогла расширить пространство для занятий юных программистов. Далее подробности. Конструирование, электроника, робототехника и проектное программирование. Детский технический центр в Ульяновске работает по четырем направлениям с 2007 года. Тогда Анастасия Шлындова впервые презентовала свою идею о создании пространства для занятий юных ульяновцев. В этих стенах в свободное от школы время ребята не только знакомятся с теоретической частью точной науки, но и создают реальные электросхемы устройств, используемые на производстве и в быту, собирают механических помощников и пишут программы к своим проектам. Расширить площадку и возможности помог нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка предпринимательской инициативы. Мы получили грант и потратили его на оборудование для занятий с детьми. Это ноутбуки, экран, проектор и цветной принтер. У нас, ребята, очень много, много занятий. И в других помещениях они оформлены больше как классы, но построены. Здесь мы хотели сделать пространство, в котором можно еще проводить мероприятия разные. И праздники, и инженерные мастер-классы. Детский технический центр работает в трех филиалов. Один из них – в Засвияжье. Сюда ходят больше двухсот детей. За новым оборудованием будут заниматься ребята от семи лет. Те, кто уже успел оценить возможности современной техники, рады модернизации. Для многих это возможность научиться понимать язык программирования и даже определиться с будущей профессией. Это развивает мышление и логику. Больше запоминает, больше узнаешь. В жизни может пригодиться, потому что сейчас многое делается в интернете. Потом, когда выучусь, еще заработок будет большой. В планах у руководства центра выйти со своей идеей за пределы региона. А новый проект посвящен тиражированию книги по электронике и программированию. Цель развивать свой бизнес ставят и другие предприниматели региона. На финансовую поддержку могут рассчитывать ульяновцы, которые прошли профильное обучение и готовы к реализации проектов. Так, фонд финансирования промышленности и предпринимательства в текущем году одобрил более 200 микрозаймов на общую сумму порядка 450 миллионов рублей. По направлению регионального фонда развития промышленности еще 15 займов выдано на 309 миллионов рублей. Плюс Министерство экономического развития одобрило 15 грантов начинающим предпринимателям. В основу их проектов легла концепция создания социального бизнеса. Начиная с декабря этого года будет открыт прием заявок на 2024 год. Встреча заслуженных артистов и школьников региона прошла на площадке Дворца творчества детей и молодежи. Здесь развернулся первый фестиваль театральных профессий. Аншлаг в Большом зале подтвердил, интерес к сцене растет, юные дарования стремятся раскрыть свой талант в свете софитов. После знакомства с закулистем актерского ремесла ребята посетили тематические мастер-классы. На них побывала и наша съемочная группа. Гарли у нас на уровне бедра. И лезвие нас защищает от укола или удара. Основы нападения и защиты открыли мастер-класс по сценическому фехтованию. Условный бой на холодном оружии, подчиненным законам сцены, необходимы условия подготовки актера. Здесь победа в поединке дается исключительно воле сценария. Но прежде нужно совладать со шпагой. Искусству зрелищного сражения ульяновских школьников учили актеры молодежного театра. Репетиция нашла отклик среди тех, кто стремится через пару лет выступать под софитами. Я занимаюсь этим уже более 10 лет. Мне очень нравится эта сфера. Я бы хотела в ней развиваться. Вообще мне очень интересно, когда уже профессионалы, такие люди, дают какие-то свои впечатления о своей работе, помогают новому подрастающему поколению стать профессиональными актерами, артистами. Своим опытом поделились и артисты театра кукол. Знакомство начали с героев любимых спектаклей. Один из самых известных – Петрушка. Весельчак родом из Италии, оживает на сцене как с помощью сгиба лишь пальцев руки своего компаньона, так и другим незамысловатым способом. Эта кукла очень простая, очень гротесковая. Ну, гротесковая, она немножко такая преувеличенная, да. Чем она обаятельна и хороша. Взбахнул одной ручкой, да. Кирик-ку-ку! Можно изобразить какую-то радость. Сложил две ручки, да, или два крылышка этот Петрушок. Вот он уже и загрустил. А вот у юных зрителей мастер-класса времени грустить нет. Ребятам не терпится показать себя на сцене и задать вопросы о закулисье профессии. Это можно сделать на площадке по актерскому мастерству. Занятия провел директор молодежного театра Алексей Храпсков. Зоркий глаз профессионала тут же отмечает потенциал детей, их харизму и сценическое обаяние. В будущем именно эти качества помогут нынешним школьникам при сдаче вступительного экзамена в университете. Творчество, любое творчество, в том числе актерское искусство, они требуют, конечно, самоотдачи. Такое, чтобы, ну, как сказать, приходится жертвовать какими-то вещами, отдавать себя время, силы, может быть, излишние. Но в ответ, конечно, получаешь гораздо больше, чем казалось бы. Это не просто аплодисменты и признания, а возможность реализовать себя, прожить несколько жизней. Фестиваль театральных профессий прошел впервые на просторах Ульяновской области. Это хороший опыт для молодежи. Полученные знания им пригодятся на репетициях. Их проводят еженедельно практически в каждой школе региона. Это поручение министра образования Российской Федерации Сергея Кравцова создать в каждом учебном заведении площадку для актерского творчества. Это не случайно. Конечно, актерские профессии и вообще раннее профессиональное самоопределение, конечно, дает школьнику успех и в основном, общем школьном образовании. Актерское мастерство вам помогает успешно защищать экзамены, выступать перед публикой. Ведь, как писал английский драматург, весь мир – театр, в нем женщины, мужчины, все актеры. А подобные фестивали – хороший инструмент для развития творческого потенциала. Александра Никитина и Олег Тоньшин. Улл. Правда. ТВ. В Ульяновской области подвели итоги работы региональных и местных властей. Достижения за 2023 год озвучили на профильном совете. Поговорили о золотом стандарте депутата, о новых концепциях развития города и сельских поселений. Прошла и торжественная часть. Губернатор Алексей Русских выделил лучших общественников глав муниципальных образований. Александра Никитина побывала на церемонии награждения. За столом зала правительства депутаты, глава администрации муниципальных образований и общественники. Все они участники совета региональных и местных властей. А потому сообща работают над достижением поставленных задач. Решают финансовые вопросы в селах, благоустраивают общественные территории, пишут гранты и выигрывают конкурсы. Именно такой формат лег в основу концепции развития Ульяновской области – консолидация всех структур. И та группа людей, которая сегодня работает у нас в Совете муниципальных образований, а именно юридическое направление, семь высоких профессионалов, помогает сегодня муниципалитетам в реализации программ, в реализации законов на территории муниципалитетов. И у нас это неплохо на сегодняшний день получается. Поэтому этот опыт Ульяновской области, он сегодня тиражируется на все регионы Российской Федерации. На практике плоды работы представителей совета можно увидеть почти в каждом районе области. Местные жители видят проблему, к примеру, заброшенный парк. Они выступают с инициативой благоустроить территорию. Глава администрации помогает воплотить замысел, направляет обращение следующей инстанции. Как итог, население в единой связке с властью, участвует в общественной жизни, а не выступают в роли сторонних наблюдателей. В частности, у нас в Старомаинском районе есть очень много территориальных общественных соуправлений. Очень активно работает общественная палата Старомаинского района. И это немаловажный фактор, потому что они, конечно же, очень часто нас критикуют, но и подсказывают, где в каких направлениях следует лучше работать. В областной столице подсказывают депутаты. Итоги их работы можно наблюдать во многих дворах города. Новый асфальт и парковочные места у подъездов, современные детские площадки, переформатированные свалки и пустыри в скверы и аллеи. На Совете региональных и местных властей обсудили новый формат деятельности. Он подробно изложен в золотом стандарте работы депутата. Если идея найдет отклик, ее направят на утверждение в федеральный центр. Мы же сегодня поговорили о роли депутатов, о том, какие у них права, обязанности, какие есть полномочия и возможности для того, чтобы эффективно защищать права интереса граждан, чтобы развивалась территория. Потому что главная, конечно, проблема местного самоуправления в том, что объем полномочий не соответствует объему доходной части бюджета. И для того, чтобы эффективно развивать территорию, реагировать на наказы жителей, необходимо применять все имеющиеся возможности. После обсуждений прошла торжественная часть. Лучшие представители Совета получили благодарственные письма. Прозвучали и наказы со стороны правительства области, а также законодательного собрания. Мы с вами, уважаемые коллеги, становимся пионерами нового этапа эволюции местного самоуправления. Знаю, что здесь присутствуют депутаты и главы, которые избрались этой осенью впервые. Им придется не только оперативно разобляться в текущем положении дел, но и начинать немедленно работать на перспективу меняющихся подходов к местному самоуправлению. Самые близкие к народу власть обязаны оперативно прийти на помощь, успокоить, разъяснить закон, установить справедливость, а главное не обмануть с обещаниями и никогда не обещать людям несбыточного. Тому, что смогут пообещать депутаты и общественники населению в 2024 году, посвятили пленарную часть заседания. Обсудили цели и задачи, а также пути к их решению и достижению. Александра Никитина и Герман Баранов, Управда ТВ. В Ульяновске провели круглый стол, роль и место депутатов местом самоуправления. Известные политические деятели региона вместе с иногородними экспертами рассказали управленцам из районов, «Как работать эффективно». На мероприятии побывал наш корреспондент. Как в современном мире работать депутату, быть полезным и вызывать доверие у населения? Об этом говорили на заседании круглого стола в конференц-зале гостиницы «Азимут». Например, обсудили взаимодействие с коммунальщиками. Хороший депутат будет лично контролировать работы. В этом уверен председатель Гордумы Илья Ножечкин. Есть финансирование, работа выполняется, а депутат политически не отрабатывает. То есть люди, не понимая, что это сделала власть, просто сделала и сделала. Есть очень ответственные депутаты, которые каждое это обращение отрабатывают, вешают паспорт объекта, вешают объявления, что скоро здесь будут работы, прорабатывают проекты тех или иных работ, а часто не делают. Элементарно, хотя бы собрать в подписи тот минимум, который депутат должен сделать, знаешь, в следующем году будут работы. Людмила Самусина – глава Выровского сельского поселения Майнского района. В селе проживает не более четырех сотен человек, но хлопот у руководителя предостаточно. Проблемы разного характера решает местный депутат. Там квартира на вопрос, кому семейный вопрос, дороги почистить. Ну, в общем, объем большой, работа бывает. Мы работаем совместно с главой администрации. Подобные сессии планируется проводить регулярно. На заседании также выступили эксперты из Федеральной общественной палаты и ведущих университетов страны. Виктория Черкова, Бахтияр Салтанов, Улправда ТВ. День матери – праздник, который не оставляет равнодушным никого. Ведь самый главный человек в жизни каждого из нас – это, несомненно, мама. В Доме культуры «Современник» прошел праздничный концерт, куда пригласили многодетных мам, мам детей с ограниченными возможностями здоровья. Кирилл Савосин далее. Только мама, невзирая ни на что, поддержит тебя в любых хороших начинаниях, а иногда и выручит в трудную минуту. Слова благодарности и любви, добрые пожелания звучали со сцены концертного комплекса «Современник». Для мам подготовили праздничный концерт с участием творческих коллективов области. От имени правительства виновница торжества поздравил глава кабинета министров Владимир Разумков. От всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником. Сердечно благодарю за ваш непростой, хоть и приятный, каждодневный труд. Недаром говорят, что материнство – это работа без выходных и отпусков. На праздники чествовали матерей, принимающих активное участие в жизни региона, многодетных, а также мам – участников специальной военной операции. Родительницы были удостоены благодарственными письмами и почетными знаками. Кроме того, подвели итоги конкурса «Мама года». Мы подбираем самых активных матерей. В конкурсе у нас пять номинаций. Это «Мама преодоления», «Мама бизнес», «Творческая мама», «Многодетная мама» и «Мама, которая находится в самом начале пути». Ольга Лохточева – мама троих детей. Ее чадо занимается и спортом, и творчеством. Ольга успешно совмещает роль мамы и бизнес-вумен. В этом году героиня набралась смелости и приняла участие в конкурсе в номинации «Бизнес-мама». Я тоже набралась смелости, подготовила портфолио и решила принять участие. Но в основном из-за того, что у меня дети, и я хочу быть примером для них, чтобы они гордились мной. Поведителей конкурса «Мама года» наградили грамотами и памятными подарками. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ. Рыба или жизнь. В Ульяновской области период ледостава. Лед пока тонкий и хрупкий, но это совсем не пугает рыбаков. Для любителей зимней рыбалки наступление холодов означает только одно. Пора доставать удочки и выезжать на водоем удить рыбу. На свияге спасатели уже ловят первых смельчаков. В соцсетях уже появляются фотографии изумленных ульяновцев. Свияга еще не встала, а рыбаки уже вышли на охоту. Погода в этом сезоне теплее обычного, с достаточно резкими колебаниями. Поэтому и лед встает неравномерно. Сказывается и густая растительность, сильное течение, стоки теплых вод. На данный момент толщина льда на свияге составляет около 8 сантиметров. Где-то вода еще не застыла. Спасатели регулярно обходят рыбные места и буквально снимают со льда смельчаков. На этот раз несколько нарушителей рыбачило у «Аквамола». Успели даже выловить большую щуку. Главное управление МЧС России Павленовской области предупреждает, что лед, образовавшийся на водных объектах, не является прочным и не обеспечивает безопасного нахождения на льду. Просим вас воздержаться от выхода на лед во избежание несчастных случаев. Лица, нарушившие требования безопасности, будут привлечены к анистративной ответственности. Тем не менее, никакой улов не стоит жизни и здоровья человека. Напомню, что за нарушение запрета выхода на лед в периоды ледостава ульяновцам грозит штраф. Анна Тищенко, Улправда ТВ. В Ульяновской области выбрали самую очаровательную сотрудницу уголовно-исправительной системы. 8 девушек соревновались в профессиональной физической подготовке и творчестве за звание «Мисс УИС» регионального этапа. Финал конкурса прошел во Дворце творчества детей и молодежи. Выбирали «Мисс УИС» в первую очередь по уровню мастерства. Претендентки выдержали множество испытаний. Прошли тестирование на знании нормативно-правовой базы. Показали себя в стрельбе, физической подготовке и плавании. Оценивали их строгие, но справедливые члены жюри. У каждого свое мнение. Но, тем не менее, чтобы было объективное мнение, у нас состав жюри более 8 человек. 9 человек состав жюри. Каждый оценивает по этапам конкурса. При этом участницы не только профессионалы своего дела, но и социально активные личности. Заботливые мамы. Например, Ксения Мансурова стала победителем конкурса «Мама года-2023» в Барышском районе. А на областном этапе выиграла в номинации «В начале пути». Параллельно она пробовала свои силы в «Мисс УИС». В конкурсе участвую впервые. Это, естественно, волнение, тревога. Но и в другом же стиле это проявить себя, проявить себя с другой стороны, более творчески. Финал регионального конкурса прошел во Дворце творчества детей и молодежи. Участницы показали свои видеопрезентации, читали стихи, пели и танцевали. Тематика творческих номеров была патриотической, связанной с культурой народов по Волжье и малой родиной. Завершился конкурс с дефиле в ярких вечерних платьях и небольшой концертной программой. По итогам конкурса в 2023 году «Миссуи» с Ульяновской области стала Кристина Радаева. Старший инженер производственной группы Центра трудовой адаптации осужденных ИК-4 УФСИН России по Ульяновской области. Также на конкурсе талантов мы представляли «Любовь к своему родному краю». У меня это был русский народный танец, а подводку к этому танцу я написала стих, который сочинила сама про Ульяновск. Естественно, было волнительно, но я думаю, что каждая девочка хотела победы, верила в себя. Кристина Радаева представит Ульяновскую область на федеральном этапе, который пройдет в Москве. Всероссийский конкурс «Миссуи» проводится в этом году в седьмой раз. Юлия Руднева, Александр Кудряшов, Управда.ТВ Ленинский мемориал в Ульяновске – это уникальный памятник истории, культуры, архитектуры, воздвигнутой в ознаменовании столетий со дня рождения Владимира Ильича Ленина и ставшей символом города. Это сооружение, не имеющее аналогов в истории, памятник советского модернизма. Ремонтно-реставрационные работы начались в 2019 году. А чем занимаются сейчас на огромной ремонтной площадке и какие изменения есть в нашем большом репортаже. Ленинский мемориал в Ульяновске – уникальный памятник истории, культуры, архитектуры, воздвигнутой во знаменование столетия со дня рождения Ленина и ставшей символом города. Это сооружение, не имеющее аналогов в истории, памятник советского модернизма. Фактически именно здание Ленинского мемориала, гостиница «Венец» и целые эспланады – это было необходимо сделать для того, чтобы Ульяновск действительно приобрел статус международного, исторического, музейного и культурного центра. Не побоюсь сказать, что создание Ленинской мемориальной зоны, ее предыстория – это, в общем-то, целая битва, которую провел наш Ульяновский обком партии. Поражает скорость, с которой было возведено здание Ленинского мемориала всего за три года – с 1967 по 1970 годы. И неудивительно – строили его всем миром. 55 лет назад, в 1968 году, стройка Ленинского мемориала была объявлена Всесоюзной ударной комсомольской. В том же году по путевкам комсомола в Ульяновск приехало свыше трех тысяч молодых строителей. Страна посылала на строительство мемориала лучших в профессиональном отношении и лучших по человеческим качествам. Соревнование за право участвовать в строительстве было организовано в Ульяновске, глав Ульяновск строя. Ленинский мемориал занял площадь объемом в 133 тысячи кубических метров. Сооружение имеет форму квадрата со стороной 110 метров и высотой 34 метра. Он выполнял высокую миссию научного, историко-культурного, образовательного, эстетического центра Ульяновского края. Прошло свыше 50 лет, и мы сегодня ощущаем, что Ленинский мемориал – это своеобразный Кремль, который так можно называть в нашем городе, он пережил самые сложные периоды в своей истории. И оказалось, что это создание, созданное, оно настолько было предусмотрено, многие вопросы, что оно успешно выжило во все эти времена. Вопрос о сохранении здания Ленинского мемориала был поднят практически сразу после его создания. Вы знаете, вообще сохранение объектов культурного наследия советского периода вообще и эпохи модернизма в частности – довольно новая история для органов охраны объектов культурного наследия. До недавнего времени у нас только Ленинский мемориал стоял на учете в качестве объекта культурного наследия федерального значения. Он был поставлен на учет еще в советское время, в 1974 году, спустя 4 года после строительства. И долгое-долгое время, вплоть до прошлого года, оставался едва ли не единственным объектом культурного наследия вот этой эпохи, который был поставлен на государственную охрану. Ленинский мемориал в советское время был одним из самых посещаемых музеев страны. Он занимал фактически третье место в стране по количеству туристов после Москвы и Санкт-Петербурга. Ежегодно свыше миллиона людей приходило в музей Мемцентра. Мы уникальны. Мы уникальны как город, потому что у нас сохранилась, с одной стороны, деревянная застройка на большом участке, 44 гектара деревянной застройки города русского, губернского. И на огромном пространстве сохранился памятник советского модернизма. И это не может не привлекать внимания, потому что мы в этом отношении абсолютно уникальны. Поэтому туристический потенциал нашего города действительно не исчерпаем. Сегодня Ленинский мемориал закрыт для посетителей. Ремонтно-реставрационные работы на этом объекте начались в 2019 году. К 2025 году, к 150-летию со дня рождения Ленина, мемориал, к сожалению, не сможет принять посетителей, как планировалось ранее. Сроки сдачи вновь сдвинулись. Теперь объект планируют сдать 31 октября 2026 года. Об этом было сказано на социальном комитете законодательного собрания области зампредом правительства региона Вадимом Андреевым. Причина переноса связана с переносом федерального финансирования. Ни в коем случае не снимаем важность мемориала. Спасибо Федеральному центру за большую поддержку. Объект надо совершать. В ближайшие трехлетние перспективы 24, 25, 26 объект должен быть завершен, включая экспозицию. Это все-таки у нас флагманский объект. Подрядчиком проведения ремонтно-реставрационных работ в здании Ленинского мемориала по-прежнему является акционерное общество. Татарское специальное научно-реставрационное управление. На объекте Ленинский мемориал приведены в работоспособность состояния все инженерные системы. Сейчас идет их завершение определения работ. В полном объеме сделан, хотя это не наш контракт был, но в полном объеме сделан малый зал, в котором расположен орган. Выполнены все работы по фасадам, восстановлен и отреставрированы полностью внешний вид данного здания. Также в процессе восстановления внешнего вида были ли изменены и системы внутреннего каркаса металлического данного здания. По словам директора подрядной организации, предстоят еще большие работы по внутренней реконструкции, реставрации зданий и созданию новой музейной экспозиции. Какие работы ведутся сегодня в мемцентре и что конкретно необходимо сделать, рассказал и показал главный инженер Ленинского мемориала Иван Борисов. Первым, куда мы прошли, стало в фойе большого зала на втором этаже. Здесь на полу в разобранном состоянии лежат окна. Специально для Ленинского мемориала они были изготовлены на Ульяновском авиазаводе. Рядом со створками аккуратно сложены все петли, нащельники, винты. Каждая деталь зачищена, загрунтована и покрашена пока одним слоем краски. После второго слоя краски все детали будут отполированы. Проектировщикам было принято решение окна не менять, а провести их реставрацию. Реставрация этих окон довольно-таки сложный и тяжелый процесс. Почему? Сами витражи представляют из себя алюминиевый профиль, который в свое время был покрыт при помощи анодирования. И процесс происходит каким образом. Разбираются сами створки фарамуги, снимаются с них все детали, разбирается полностью вся фурнитура. За более чем 50 лет физические свойства и структуры ментала не изменилось. Как мы видим, зачищенные от анодированного покрытия алюминиевые профили окон в хорошем состоянии. Объем работ предстоит огромный. Посчитайте сами. Панорамные окна находятся практически по всему периметру этажа. Две стороны по 70 метров и две стороны по 40 метров. А остекление есть на четырех этажах здания. Пока сделана лишь небольшая часть данных работ. Стекла останутся прежними. В настоящий момент они аккуратно закрыты бумагой. Перед сдачей объекта их обязательно отмоют и они заблестят как новенькие. Как отметил главный инженер МИМ-центра, реставрация занимает порой в десятки раз дольше времени, чем монтаж новых окон. Большой концертный зал тоже подготовили к ремонтным работам. Все кресла сейчас находятся в фойе первого этажа. Они все укрыты, скомпонованы по секциям и на каждой есть таблички с надписями, откуда они сняты. Амфитеатр, ложе или портеры. И какие конкретно ряды. Это в дальнейшем облегчит их монтаж. Ведь каждое кресло после химчистки вернется на свое место. Далее мы перешли в ту часть здания, где находится музей. Он занимает все южное крыло. Большинство экспонатов в настоящий момент перенесены в музейное хранилище. А недвижимые экспонаты герметично упакованы. Вот так, например, выглядит скульптурная композиция коммунисты, которая возвышалась напротив входа в музей-мемориал Ленина. Закрытый фанерный короб. Короб из себя представляет деревянный каркас, пропитанный противопожарной пропиткой. Два слоя фанеры толщиной 18 мм. Герметизация швов. Плюс сама фигура укрыта микалентной бумагой. Все в соответствии с требованиями нормативно-технической документации по хранению и учету музейных предметов. На втором этаже подобным образом упакованы две диорамы Симбирска. Улиц Стрелецкой и Московской. Автор которых советский художник Ефим Дешалыт. Правда, конструкция здесь выглядит более сложной, поскольку диорамы включают живописные работы. А для них существуют более жесткие требования хранения. После того, как этот короб встал, на него смонтировали климатическую систему, которая уже обеспечивает постоянную температуру и, соответственно, постоянную влажность. Работает она круглосуточно, она не выключается. Как сказал главный инженер мемцентра, дежурный персонал Ленинского мемориала круглосуточно и без выходных отслеживает климатические показатели внутри короба. Так, температурный режим там должен поддержиться в пределах 18-25 градусов, а влажность от 50 до 60 процентов. Все элементы поручни между этажами тоже тщательно упакованы. Это сделано для того, чтобы они не получили дополнительных повреждений. В дальнейшем их также будут разбирать и реставрировать. Основной экспозиционный зал на третьем этаже теперь совсем не узнать. Здесь полным ходом идут ремонтные работы. Все внимание строителей созредоточено на полу, с которого была демонтирована стяжка. За полвека она полопалась. Потом нанесли черновой слой керамзитобетона. Сейчас пол выравнивается цементно-песчаной стяжкой. Затем смонтируют финишное покрытие. Параллельно реставрируют потолки, где сняты все плафоны. Пока их просто загрунтовали. Следующим этапом предстоит сделать демонтаж старого освещения и монтаж нового. Также необходимо будет наладить систему пожаротушения. Стены тоже приводят в порядок. Старую потрескавшуюся штукатурку сняли и оштукатурили заново. Единственное, не обработали поверхность по периметру барельефов, завешанных пленкой. Это фронт работ других специалистов. Под пленку спрятано и 50-метровое мозаичное панно освобождения Симбирска, автором которого является народный художник России Юрий Боско. В фанежный корп спрятали электрифицированную напольную карту из рубинового стекла «Триумфальное шествие советской власти». Те скульптуры, которые удалось поднять, поставили на колесную базу. В планах подрядчика завершить все ремонтные работы в этом зале к концу следующего 2024 года. В той части здания, где находятся гримерные артистов, ведутся работы по замене и монтажу новых инженерных систем в соответствии с современными требованиями. Здесь видите в этом коридоре, что смонтированы лотки для монтажа систем контроля доступа слаботочных сетей. Почему нужны лотки? Потому что большое количество проводов. На каждую дверь у нас будет контролироваться отдельная система контроля доступа. На каждую дверь приходят два провода. Один провод приходит на магнитный замок, другой на управление с магнитным замком. А уже за этой дверью мы попали в северную часть здания. Она практически готова. Здесь отремонтированы и отреставрированы кабинеты. До Нового года сотрудники Ленинского мемориала планируют сюда переехать. Здесь уже полностью отреставрированы окна. На полу новый дубовый паркет. Стены тоже обновили. Отреставрирована лестница. Кстати, именно здесь на стенах сохранился в облицовке старый мрамор. Его отшлифовали и отполировали. Большая часть дверей были не просто заменены, а отреставрированы. Реставрированы и ламинированы панели четвертого этажа. Через этот этаж можно пройти в Малый зал Ленинского мемориала. Он же бывший конференц-зал общественно-политического центра. Несколько лет в нем располагался областной госархив. Здесь теперь размещен орган, который находился в филармонии. Но услышать орган зрители смогут только после окончательной сдачи объекта в эксплуатацию. То есть не раньше 2026 года. Ирина Антонова, Бахтияр Салтанов, Уллправда ТВ. В левобережье Ульяновска совсем скоро установят новый арт-объект. Но он появится в новом микрорайоне. Что именно установят, узнавала Ирина Антонова. Уникальный арт-объект, который может стать символом левобережной части города Ульяновска, планируют установить на новом бульваре. Он проходит перпендикулярно проспекту авиастроителей между Никольским храмом и 102-м лицеем. Идею подсказал застройщик. Со своим предложением сотворить нечто уникальное он обратился к помощнику губернатора Ульяновской области по архитектуре и градостроительной деятельности Ольге Мельниковой. Возник некий эскиз, даже, честно говоря, их было несколько, у нас была вариация, порядка пяти-шести. Все это были образы волжанки. Они были разные, но их объединяло несколько черт, которые, как мне показалось, могут описать нашу Волгу. Кудри, которые будут, скажем, читаться достаточно активно, это вот имитация широты нашей Волги, ее легкости и в то же время могущести, наклон головы, выражение лица, это ее, она такая уверенность в себе, и в то же время она умиротворенная. Воплощать идею доверили известному ульяновскому кузнецу Александру Романову. Ну, размер получается где-то в районе пяти метров по высоте. Мы шли от того, что, во-первых, это бульвар, в котором должны люди гулять, отдыхать. Он должен восприниматься как не только лишь объект, на который можно посмотреть издалека, но это территория, это территория с фотозоной, с легендой об этой волжанке. Пока элементы арт-объекта разложены по кузнечной мастерской. Их осталось покрасить, установить опору и смонтировать скульптуру. Вполне возможно, жители Заволжья увидят волжанку во всей красе уже до Нового года. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ. И это все, о чем я и мои коллеги хотели рассказать вам за прошедшую неделю. Смотрите итоги недели каждую субботу на телеканале Уллправда ТВ. А с понедельника по пятницу ежедневные новостные выпуски и итоги дня 18.30, 20.30 и 23.00. А также на нашем сайте. Увидимся в следующие выходные. До свидания. Госуслуги Дом. Новое приложение для решения всех вопросов ЖКХ. Передавайте показания и следите за историей расходов. Направляйте заявки в управляющую организацию и оперативно получайте ответ. Участвуйте в юридически значимых общедомовых собраниях онлайн. Получайте новости от управляющей организации. Контролируйте график работ по капитальному ремонту и отчетность управляющей организации.